Ребята, всем привет! И сегодня я к вам с новым видео. В этом видео речь пойдет про две новинки. Для меня новинки белорусской декоративной косметики. И речь у нас пойдет про деревянный карандаш, конкурный карандаш для купа от производителя Reluie. И также про блеск, который заявлен как вельветовая помада, вельветовый блеск от производителя Luxe Visage. И это у нас серия Glam Look. Итак, давайте начнем. Давайте я вам для начала сделаю свочи, покажу, как эти продукты выглядят на руке. И далее, ребята, я хочу вам показать, как эти продукты смотрятся по отдельности, как они смотрятся вместе. Поэтому для начала нанесу контурный карандаш от Reluie. Он у меня, кстати, в фенатистом оттенке. Нанесу его полностью на губы, оформлю им как контур, так и полностью цвет губ. Дальше нанесу блеск, покажу вам, как они смотрятся вместе. Все это дело сотру и по отдельности покажу вам, как смотрится вот этот вот блеск от Luxe Visage. И, ребята, прежде чем начать, я оговорю вам стоимость этих продуктов. Карандаш, контурный карандаш от Reluie у нас стоил около полутора долларов, это от 3 белорусских рубля. И вот этот вельветовый блеск, кремовый блеск от Luxe Visage стоил порядка 4 белорусских рублей, что составляет 2 доллара. Итак, поехали. Давайте начнем, как я уже сказала, с механического карандаша. Мне кажется, оттенки у них очень схожи. Чуть-чуть карандаш как должно быть темнее на, так скажем, 1-2 тона. И, мне кажется, будет очень красивое у них сочетание между собой. Вообще вот эту вот серию карандашей от Reluie очень люблю, потому что они очень мягкие, очень хорошо пигментированные и могут служить как такой самостоятельный хороший продукт. Поэтому и серия недорогая, и огромный выбор оттенков. Так, чтобы вам было видно. Я сейчас, когда черчевую губы, я еле-еле это травим с этим карандашом, и он уже дает такую неплохую, хорошую по пигментации линию. Так, ребята, контур задали, очертания задали, и давайте теперь этим же продуктом будем наши губки заполнять. И вуаля, вот такой вот у нас получился оттенок. Красивый телесный оттенок. Он, конечно, немного более яркий, вразительный, чем совсем телесный-телесный. Имеет в себе коричневатые, кирпичные подтоны. На мой взгляд, очень неплохо смотрится, учитывая то, что я очень светлокожая девочка. Если вы более смуглые, то, мне кажется, он еще удачнее будет смотреться на вас, будет гораздо более нюдовым казаться. Дальше я хочу нанести вот этот вельветовый блеск, кремовый блеск от Luxe Visage серии, это у нас Glam Look и оттенок номер 201, который имеет название Balin. И, ребята, вот то, что у нас получилось, когда мы использовали вот этот карандаш в качестве подложки и поверх наносили блеск от Luxe Visage. На мой взгляд, для моего светотипа гораздо более подходящий оттенок, он уже более приглушенный. Плюс добавился вот этот глянец, глянец, который имеется у всех блесков, но, как вы можете заметить, глянец у этого блеска от Luxe Visage, он не совсем такой глянец-глянец, он гораздо более приглушенный. Менее бросается этот глянец в глаза и, как я понимаю, это все из-за структуры этой помады, точнее этого блеска, потому что структура, как она заявлена, все-таки кремовая, структура у нас вельветовая. И это не до конца, скажем так, блеск, что-то среднее между жидкой помадой и блеском. И, ребята, сейчас я все это дело буду удалять и хочу вам показать, как смотрится просто оттенок, этот оттенок 201 Bali, уже без подложки, так скажем, самостоятельно. Так, ребята, сошло у меня все это дело очень быстро и на ура, чему я очень и очень рада. И давайте теперь наносить исключительно блеск и смотреть, как же смотрится у нас блеск без подложки. Так, первое, что бросается в глаза, пигментация, очень достойная пигментация и цвет губ очень неплохо перекрывает эта помада, этот блеск помады, назовем это так. Дальше, ребята, не могу не отметить, очень удобная пигментация, потому что здесь такая как немного скошенная кисточка с таким удобным бафиком на конце, очень удобно ей прорабатывать губки. Она не слишком большая, не слишком маленькая и при этом такая полуплоская, поэтому очень удобно наносить данный продукт. Итак, вуаля, блеск нанесли, вот так вот он смотрится в один слой. Дальше, ребята, что хочется отметить, очень приятно он носится и комфортно сидит на губах, то есть он не липкий. Вот я говорю, у меня не слипаются губы между собой и для блеска это более чем удачная формула, однозначно. И, ребята, не могу не отметить, что если у вас есть проблемы с сухостью губ, если губки сохнут, то однозначно присмотритесь к этому продукту, потому что он очень и очень хорош в носке, он очень комфортен. На губах и никак ваши губы сушить не будет, поэтому если есть такая проблема с сухостью, я думаю, что матовые помады стоят пока отложить в сторонку, пока такое холодное время года. И перейти на что-то более щедящее для наших губ. И, ребята, последнее, что я тебе добавлю, это вопрос касаемо стойкости. Стойкость у этих продуктов однозначно очень-очень сладенькая, на суперстойкость они не претендуют. И даже перекус в виде чашечки кофе выдержат они с трудом. Касаемо блеска он сойдет и останется такое что-то бесцветное и, так скажем, полублестящее на губах, что-то напоминающее гигиеническую помаду. Касаемо карандаша сойдет все внутри и останется только контур также уже после чашечки кофе. Но эти продукты и не заявлены как суперстойкие, также нетрудно догадаться, что и по своей формуле, консистенции они также не могут быть суперстойкими, поэтому это также стоит учитывать. И да, ребята, это было все, что я вам хотела показать в этом видео. Дайте мне знать свои мысли внизу. Если я что-то упустила, что-то забыла рассказать, не стесняйтесь, спрашивайте. И также, ребята, пока я не забыла, хотела вам сказать, что в этом году я хочу начать делать видео более болтологического характера, раскрывать какие-то тематики, интересные вам, интересные мне. Для меня это будет что-то такое challenging, потому что для меня такие видео снимать сложно, но я себе поставила такую цель выходить из своей скорлупы, из своей зоны комфорта и делать не совсем что-то привычное для меня, что-то, что будет меня мотивировать и что-то, что мне нужно будет преодолевать. То есть такие сложные задачи, точнее, они прям не совсем глобально сложные, но достаточно сложные для меня. Буду выходить из своей зоны комфорта, поэтому если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, если есть какие-то идеи для тематики, то все пишите внизу в комментариях. И да, ребята, огромное всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся уже в новом видео. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok